А прежде чем мы перейдем к основной истории, хотел бы сказать большое спасибо человечку одному. Ссылкам спасибо за подарок. Получил, еще не открывал. Буду открывать позже, как наберу полную коллекцию. Еще чуть-чуть осталось. Вы знаете, как я себя долго сдерживал, чтобы очередной скример не вставить сюда. Да, все будет красиво, культурно, ребята. Начинаем! Между нами льется кровь. Мы нашли в этом замке любовь. Не промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Всех вновь прибывших и всех старожил игры Music Wars. Ребята, я приветствую. Давайте окунемся в историю. Немножко сдвинемся на 5 лет назад, в 2012 год, когда первый раз был анонсирован Хэллоуин. И тогда мы первый раз увидели нашего Дракула. Ничего о его способностях было вообще не сказано. И получить его можно было только на турнирах, которые проходили. Соответственно, его владельцам были не все. Но спустя год, в 2013 году, нашего Дракула получается проапгрейдили. Новость 29 октября вышла. И он получает 3 способности, которых до сих пор остались. И получается у нас появляется апгрейд. Вот такой вот. И мне, кстати, очень интересно. У кого-нибудь еще Дракула вот такой остался? Кто-нибудь знает персонажа, у кого он лежит? Хочу сам посмотреть, что имею в виду и как. Ну а сейчас давайте. Следующий год, 22 числа. У нас получается... Выходит у нас новость. И новый Хэллоуин. В новой коробочке появляется у нас гробик. И наш Дракула становится плюс 15 уровня, получая... Ничего не получая. Просто его увеличили. И снова. Значит, не все игроки прошли. То есть они у кого-то остались. И опять же, тот же самый ритуал. Но все на том же уровне. Следующий год у нас получается в 15-м году. В октябре. Опять выходит просто зверей. Опять гробик к нам приходит. И Дракула вредит до 18-го уровня. И он получает способность возрождения. И все равно тот же самый остается. То есть они старого Дракула не убирают. Появляются, кстати, первые шутки. Розыгрыши. Следующий у нас получается 26-го октября. Опять те же самые. Уже пошли рубины у нас. Наш князь Дракула переходит на 20-й уровень. И получает сумрак. От 19-го уровня. Розыгрыши и так далее. Все у нас остается. Я очень сильно планировал, конечно, что в 17-м году у нас его тоже проапгрейдят. Но все как-то по Носферату больше прошло. То есть вроде оставили тем же самым, не стали проапгрейдивать ничего. То есть такие, как он был на 20-м, на таком он и остался. Но дали ему способность на Сферату. Вот такая вещь очень интересная, конечно. Ну, мы подробно сейчас вообще разберем его. Все остальное на Хэллоуин, конечно, остается неизменным. Ну, история истории, а навыки навыками. Так что давай к навыкам. Ну, вот мы прошли экстурс в историю. Мы, конечно, видели, как наш симпатичный Дракула Веденный превратился в крылатое седое чудовище. А после выпитой крови на Сферату стал более-менее адекватным, похожим на вампира. Что-то такое более страшное. Так вот прикольненький. Ну и как бы так сказать, давайте по навыкам. Прямо с бала и в бой! Навыки я буду рассматривать, ребята, от 20 уровня. У кого ниже Дракула, ну, не обессудьте. Будете знать, к чему стремиться и что качать. И сразу говорю, извините, что енота нету. Он не влазил здесь. Хочу максимально увеличить размер. Чтобы можно было посмотреть и почитать. На нулевом уровне, ребята, сразу же мы получаем у него навык кровотечения. С вероятностью 15%. При атаке вызовы кровотечения у врага, нанося его 80-130% от силы самого Дракула. Если же вытаскиваем Дракула плюс один, тут же получаем у него «Покойся с миром». На один ход с шансом 30% помещаем врага в гроб и, соответственно, наносим ему 100 от 70 до 190% урона от силы вампира. Выкачиваем четвертый уровень и получаем призрака. Очень хороший бафф с шансом 55% повышает силу на 100% и ловкость на 300%. Реально по нему попасть становится вообще. Так что если есть возможность увеличивать баффы на нем, через арконы, ребята, ставьте на ловкость. Он очень сильно увеличивается. По нему реально попасть трудно. Если вы качаете дальше, то на восьмом уровне вы получаете ритуал тьмы. В течение двух ходов будет восстанавливать здоровье от собственной живущей стиль в начале хода. Ну, чем, соответственно, выше у вас Дракула, тем больше он будет лечить. Но все равно в течение двух ходов. Неплохая прибавка, если честно, к здоровью. Если сам вампиризм максимально может отнять 150 всего за один. А здесь, представьте, он может еще два раза это сделать. И самый большой разрыв получается с восьмого уровня до шестнадцатого, на котором вы получаете возрождение. На двадцатом уровне, ребята, у вас будет три возрождения. Офигительная вещь. Если честно, получается, вы не одного Дракула получаете, а сразу трех. Это вообще прямо имба-боец получается. Ну и, конечно, на девятнадцатом уровне получаем сумрак. Очень охренительная вещь. Конечно, мне очень нравится. Ну, не понял так одного прикола всего. То есть он не действует, видимо, на продрау противника. Потому что я смотрел, бои несколько, а он дерется. Ну и, соответственно, никто не хотел, но навык есть навык. Последний. Дар тьмы. Который приобретается с бутыльком Носферату. Дает возможность усилить, получается, не только себя, но и усилить своего владельца от своих параметров. Чем сильнее у вас Дракула, тем больше бафа, ребята, вы получите. Ну и что ж, давайте посмотрим, к чему же у нас питомец идет. Итак, давайте, поехали. Ну, как вы поняли, кровотечение, конечно, идет к атаке. То есть относится к самим основным навыкам. Гроб. То же самое. Не является поддержкой, не защитой. То есть чисто атакующий навык. Ритуал тьмы. Ритуал тьмы как раз, мало того, что он является, по сути, и защитным навыком, но и также навыком поддержки, так как он лечит самого героя. Ну, отношу его к поддержке больше, потому что все-таки здоровье лечить не каждый может. И приви... И приви... День... Три... Призрак ее, по-моему, призрака... Хватит, е-мое. Ну, то это вообще... Смотри. Клево, конечно. Призрак, соответственно, это защита. Ну, и, конечно, возрождение, ребят. Это тоже навык защиты. Здесь... Ну, чу-ку-ку прям... Соответственно, продлевает жизнь самому питомцу. Сумрак. Сумрак у нас относится к разряду поддержки. Я подумал, что к защите, по сути, относится к атаке вроде, тоже к таковой не относится. Он дает чисто заморозку, получается, всех питомцев на поле боя. Ну, чем не поддержка? Ну, так ли? Я подумал. Хотя, можете в комментариях оставить, что вы об этом думаете. Ну, и, конечно, еще один навык поддержки, это Носферату. Сам, да, хоть я в бутылке, но он реально дает баф самому герою. Соответственно, назначение героя я даю к поддержке. Хоть и можно и отнестись, конечно, к защитным, но он неплохой баф дает. Советую держать с собой всегда в инвентаре. Ну, что ж, Дракула. И за свое время, своего существования, с 13-го года, ты хорошо апгрейдился. Как я понимаю, я тебе ставлю 9 из 10 баллов, в отличие от многих тех, каких мелких зомбиков всяких, всяких нефтебабблов. Ты еще держишься и будешь еще неплохо себя показывать. Так что, ребята, собираем вампирскую коллекцию. Те, кто не собрал, есть возможность. Не дает неплохой баф для самих характеристик Дракулы. Не забываем раскачивать эликсир Носферату. Это еще дополнительный баф к самому Дракуле. И будет более-менее адекватный и хороший персонаж. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Приходите ко мне на канал. Будем смотреть, что у нас новенького. Ну и, конечно же, подписывайтесь, ребята. Ставьте лайки. Будем делать новые видео, новые заставки, новые приколы. Счастливо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok